24 февраля исполнится год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы используем эту громоздкую фразу, чтобы подчеркнуть, что российско-украинская война началась не в феврале 22 года, а за 8 лет до этого. И чтобы напомнить исторические события, которые предшествовали бомбардировкам мирных городов и активными наступательными действиями российскими войсками на территорию Украины, мы сделали этот короткий ролик. В нем отражены правдивые события, информация о которых находится в открытом доступе, которую при этом российская пропаганда подавала по-своему. С передергиваниями, умалчиваниями, с подменой фактов и откровенным враньем. Мы решили показать, с чего и как началась война, что происходило на территории Украины и в кулуарах путинской власти все годы до полномасштабного вторжения в Украину. Планы останутся в древние. Одним из важных моментов, которые привели к войне, был так называемый Евромайдан. 21 ноября 2013 года правительство Украины под руководством Николая Азарова решило приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Отказ от сближения с ЕС возмутил значительную часть украинского общества. В соцсетях появился хэштег Евромайдан. Около 22.00 на Майдане независимости в Киеве начали собираться люди. В руках они несли флаги Украины и европейскую символику. 29 ноября президент Украины Виктор Янукович, считавшийся пророссийским на саммите ЕС, отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Планы остаются прежними. Мы не закончили дело. Он у нас продолжается. В это время в украинскую столицу со всех регионов начали подтягивать бойцов спецподразделения «Беркут». На следующий день протестующих жестоко разогнали, но в знак протеста на Майдане независимости стало собираться еще больше людей. С 1 декабря протесты не прекращались. Люди организовали палаточный городок и заняли здание городской администрации. 8 декабря в Киеве прошел марш миллионов, во время которого снесли памятник Ленину. Мы Украина, европейская нация, и поэтому мы должны запроводить до нас в нашем жизни европейские правила. Власти России тогда же все больше оказывают давление на Януковича, предлагая ему помощь и преференции в обмен на отказ от интеграции с ЕС. В декабре Россия пообещала выплатить Украине 15 миллиардов долларов кредита. Из них было выплачено 3 миллиарда. В конце декабря Януковичу также предоставили значительные скидки на газ. Российская пропаганда также начала информационную войну против украинской оппозиции. Телеканал НТВ выпустил пропагандистский фильм «Технология Майдана», в котором говорится, что участники Майдана проплаченные агенты Запада. Первые крупные столкновения с применением насилия начались 19 января на улице Грушевского. Протестующие сожгли технику МВД, 4 автобуса и 2 грузовика. По состоянию на 20 января 2014 года пострадали от травм разной тяжести более 70 сотрудников полиции. В ночь на 22 января произошли первые смерти. От огнестрельных ранений погибли два человека из протестующих – Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Еще одного Юрия Вербицкого нашли мертвым в лесополосе, куда его вывезли неустановленные лица. Еще месяц продолжались столкновения и протесты. Самое крупное произошло 20 февраля. Силовики начали стрелять по протестующим. Погибли 100 человек. Это потом назовут расстрелом «Небесные сотни». Роль России в расстреле остается нерасследованной, хотя подозрения о причастности на официальном уровне произносили украинские политики. На запрос украинской стороны, кто и на основании каких договоров заказывал поставку в Украину спецсредств для использования при охране общественного порядка, общим весом 2394 килограмма и 2774 килограмма прибывших на Украину рейса Вичкалов с Киев 21 и 24 января ответа от РФ не было получено. Кроме того, МИД Украины обратился к российской стороне с просьбой допросить генерал-полковника ФСБ России Сергея беседу об обстоятельствах его пребывания в Украине 20-21 февраля 2014 года. В этом Украине тоже было отказано. В тот же день Россия впервые вводит войска на территорию Украины. Планы останутся в требовании. Под влиянием протестов и давлением позиций президент Украины Виктор Янукович подписывает соглашение о передаче власти и бежит в Россию. В Ростове-на-Дону он дает пресс-конференцию, заявляя, что его жизнь в Украине угрожает опасность. Зеленые человечки появились в Крыму впервые 27 февраля 2014 года. Бойцы ГРУ и морские пехотинцы Черноморского флота захватили Верховную Раду Крыма. Президент Виктор Янукович, формально уже лишенный власти в Украине и находящийся в России, назначает Сергея Аксенова премьер-министром Республики Крым. 23 февраля в Севастополе прошел митинг, на котором народным мэром провозглашают пророссийского деятеля Алексея Чалова. Через три дня, 26 февраля, похоже, митинг пытаются провести перед зданием Крымского парламента в Симферополе. Но сторонники Украины под украинскими и крымско-татарскими флагами оттесняют пророссийских митингующих от здания. Два человека в результате столкновений погибли. Через несколько дней в Крым прилетает Игорь Гиркин, ставший впоследствии одним из самых известных деятелей русской весны. Формально он обеспечивал безопасность даров волхвов в христианской святыне, которую привезли с горы Афон в Крым по инициативе предпринимателя Константина Малафеева, который и сам прибыл на полуостров. 1 марта Совет Федерации официально разрешает использование российских войск на территории Украины. 16 марта проходит референдум в Крыму о присоединении полуострова к России. Во время голосования не соблюдались нормы международного права. Не было международных наблюдателей и представителей ОБСЕ. Совет Безопасности ООН выступил против этого референдума. Через два дня президент России Владимир Путин подписывает указ о присоединении Крыма. Этот документ признали действительными только Венесуэла, КНДР и Сирия. Все это время, с момента появления в Крыму зеленых человечков, происходят точечные столкновения российских и украинских военных. В течение нескольких недель США, Евросоюз и другие страны ввели первые санкции против России из-за оккупации Республики Крым. 27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. В резолюции также подчеркивалось, что крымский референдум не имел юридической силы. Планы останутся требуют. Против ввода российских войск в Украину в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах прошли акции протеста 2 и 15 марта 2014 года. Эти акции считаются крупнейшими в России со времен действий российской оппозиции в 2011 и 2013 годах против форсификации выборов, совершенной Единой России во время парламентских выборов 2011 года. 2 марта около 200 человек вышли к зданию Министерства обороны России в Москве, а на Манежной площади собралось около 500 человек. Столько же на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. 8 марта на Марсовом поле в Санкт-Петербурге на протестный митинг вышли около 500 человек. Выше мы сказали официальные данные о численности, которые могут быть занижены. На так называемый Марш Мира в России вышли уже десятки тысяч людей. Эта акция прошла 15 марта, накануне референдума в Крыму. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Количество митингующих в Москве оценивалось от 10 до 50 тысяч человек. По словам организаторов, на улицы вышли 100 тысяч человек. В Екатеринбурге, по разным данным, вышло от 400 до 600 человек, в том числе мэр города Евгений Ройзман. 19 марта в Москве состоялся антивоенный съезд русской интеллигенции. Мы, представители российской интеллигенции, обязаны предостеречь власть от совершающейся исторической ошибки, стремление взять под контроль с помощью российских вооруженных сил, часть другой. Еще недавно братской страны, Украины, говорилось в меморандуме, выпущенном Конгрессом. 30 августа на Марсово поле в Петербурге снова вышли протестующие за вторжение в Украину российских сил. 21 сентября на Пушкинской площади в Москве состоялся еще один антивоенный митинг. По разным оценкам, там было до 20 тысяч демонстрантов. Они прошли маршем по улицам российской столицы. Были незначительные стычки со сторонниками политики правительства. Но о серьезных случаях насилия или арестов не сообщалось. Около тысячи человек также собрались возле Казанского собора в Петербурге. Планы останутся в древнем. Российские работники телевизионных каналов и других провластных СМИ в главе с Дмитрием Киселевым обвинили Киев в насилии на востоке Украины, заявив, что Украина кишит неонацистами и фашистами, что правительство США стимулирует кризис, а Россия пытается выступать в роли миротворца. Российская пропаганда утверждает, что Украина сама бомбила Донбасс, а Россия пришла ей на помощь. На самом деле никаких подтверждений этому мифу не существует. Еще с начала Евромайдана на Донбассе активизируются пророссийские политические объединения. После аннексии Крыма они еще больше усиливают свою деятельность, переходя к вооруженным действиям. 7 апреля 2014 года они захватили здание Донецкой облгосадминистрации и провозгласили Донецкую Народную Республику. И в знак единства братских народов мы поднимаем рядом с флагом Донецкой Народной Республики флаг Российской Федерации. Через несколько дней пророссийские военизированные группировки заняли Славянск, Краматорск и Дружковку. Примерно через две недели провозгласили Луганскую Народную Республику. Позднее Игорь Гиркин признал, что захват здания администрации в Славянске организовали подконтрольные ему люди. «Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных, и на этом все бы кончилось», — говорил Игорь Гиркин Стрелков. После захвата Славянска Стрелков с 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР. Как ответ на угрозу сепаратизма, 14 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале в восточных областях страны операции украинских силовых структур, получившей название антитеррористической операции АТО. Параллельно с Донбассом столкновения между проукраинскими и сепаратистскими силами происходили в Одессе. 2 мая произошел пожар в здании профсоюзов в Одессе, к которому часто возвращалась затем российская пропаганда. Тогда проукраинские активисты столкнулись с пророссийскими протестующими в центре города. Началась драка и столкновение. В итоге пророссийские протестующие закрылись в Доме профсоюзов. Его подожгли. В пожаре погибли 48 человек. Более 200 получили ранения. Планы останутся в древние. С 2014 года на Донбассе шли разные степени активности боевые действия. Особенно заметными были бои за Донецкий аэропорт, начавшиеся 26 мая 2014 года, когда группировки пророссийских сепаратистов осуществили попытку захватить аэродром, работа которого была прекращена еще 6 мая. Ядром пророссийских сепаратистов, атаковавших аэропорт, был отряд, привыкший в Донецк из Ростовской области 25 мая. Борьба за аэропорт продолжалась 246 дней. Одним из самых заметных событий этого периода стало крушение малазийского пассажирского Боинга 777, совершавшего рейс из Амстердама в Куала-Лампур. Он упал на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. Как установило следствие, Боинг поразила ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу Боинга 777. Расследовательская группа Bellingcat по записям в социальных сетях и спутниковым снимкам сумела проследить путь российского ЗРК БУК из Курской области в Донбасс, где 17 июля 2014 года избили малазийский Боинг. Официальное расследование длилось с марта 2020 года в отношении четверых обвиняемых. Трое из них россияне. Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиргин-Стрелков, генерал-майор Сергей Дубинский по кличке Хмурый, полковник Олег Пулатов-Гюрза и гражданин Украины Леонид Харченко-Крот. 17 ноября 2022 года окружной суд ГААГИ признал вину Игоря Гиргина-Стрелкова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко доказаны. По мнению суда они хотели сбить военный самолет, но по ошибке попали в боин. Все трое заочно приговорены к пожизненному заключению. Одного из четверых обвиняемых суд оправдал. Летом 2014 года прошли бои за город Иловайск, взятие которого называют одним из самых жестоких поражений украинских сил за время АТО. В боях принимали участие российские вооруженные силы, что отрицается российскими властями, но доказано независимыми исследователями и журналистами. В частности, их данные подтверждают, что обстрелы украинских войск велись непосредственно с территории России. Всего летом 2014 года вооруженные силы России и пророссийские сепаратисты нанесли по крайней мере и 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине, выпустив тысячи снарядов. Также удалось установить порядка 130 вероятных артиллерийских позиций. 5 сентября 2014 года было подписано первое Минское соглашение. Международный документ принят и Украины, ОБСК и России, направленный на деэскалацию и прекращение боевых действий в Украине. После этого интенсивность боев падает и усиливается снова в январе 2015 года. О снижении боевых действий можно судить и по снижению потерь среди мирного населения и военных. По данным ООН, в 2014 году погибло 2082 гражданских, ранено более 4000. В 2015 погибло 954 гражданских, ранены более 2000. В 2016 году погибли 112 гражданских, ранены 476. Среди военных ВСУ за первый год войны, по данным Министерства обороны Украины, погибло 1733 человека, за 2015 год – 1083, за 16 504. По потерям российской стороны официальные статистики не публикуются. Второе Минское соглашение было подписано 12 февраля 2015 года и должно было обеспечить прекращение огня и конец боевых действий. Но уже тогда аналитики отмечали недостаточную силу документа. До 2022 года было несколько всплесков активных боевых действий. С 18 по 20 декабря 2016 года шли ожесточенные бои в районе города Дебальцево, на так называемой Светлодарской дуге. Следующее обострение было в ноябре 2017 года, когда украинская армия перешла в наступление и вернула под контроль небольшие территории. Через два года, в октябре 2021, ВСУ попытались вернуть город Докучаевск, находившийся в 20 километрах от Донецка. Несколько дней шли бои и обстрелы. В апреле 2021 года Россия стянула около 100 тысяч военных границ с Украиной. Представители ЕС говорили об угрозе эскалации конфликта, но тогда войска были отведены, а к осени снова вернулись к границе. Тогда же американские СМИ со ссылками на свои данные начали писать о подготовке полномасштабного вторжения, которое, несмотря на многочисленные сомнения военных и политических экспертов, все-таки началось 24 бюля 2022 года. В январе 2023 года ЕСПЧ признал, что с мая 2014 года территория ДНР находилась под фактическим контролем России, и, следовательно, за то, что происходило там на протяжении 8 лет, несет юридическую ответственность Российская Федерация.